Неприятно отличилась в нашем случае небезызвестная сеть мебельных магазинов дивана и кресла. Схема проще не придумаешь. Покупатель заказывает понравившуюся деталь интерьера, платит полную сумму, получает на руки договор и ждет указанной в нем даты. Но мебель до потребителя так и не доходит. А деньги, заплаченные за нее, как можно печально предположить, никто ему не вернет. Заказала я комод и готовность. То есть они должны были мне привезти мой заказ 4 декабря. 4 декабря мне позвонили и сказали, что переносится на 18 декабря. 18 мне не позвонили. Я приехала сюда, а то еще ни в чем дело. Мне сказали, что они рухнули и уехали. То есть вот такая вот ситуация. Судя по отзывам в интернете, таких как Ирина Николаевна очень много. Сейчас все обманутые пресловутыми диванами и креслами обмениваются данными с целью подать коллективное заявление в прокуратуру. Таких, как я, много. Просто вот я пришла сюда, мне объяснили такая ситуация. А мне сказали те работники, которые там остались. Они сказали, что вы не первые. Вы приходите, значит, уточнять. Мы вам говорим номер телефона, по которому вы могли связаться и узнать. Но он не работает, он не отвечает. Сеть магазинов, диваны и кресла по всей стране закрылись одним днем. Покупатели обрывают телефоны московского отделения. Но и там никакого ответа дождаться не удается. Фирма объявила себя банкротом. Сейчас остается надеяться лишь на справедливость подслеповатой российской Фемиды. Фирма объявила себя банкротом. Продолжение следует...